Партнерство с международными платежными системами не избежать, иначе обеспечить бесперебойное обслуживание пластика россиян за границей невозможно. Виза и мастер-карт, по мнению экспертов, не пойдут на отключение крупнейших отечественных банков. Слишком велик рынок. Но российские кредитные учреждения рассматривают новые пути развития. Карты китайской UnionPay в Самарской области сейчас обслуживают Автовазбанк, ВТБ-24, Еврофинанс и группа Life. Но только в банкоматах. Расплатиться такой картой в терминалах оплаты пока нельзя. Сейчас некоторые банки, в том числе, надо задумывать о том, чтобы ввести эту возможность, в частности, чтобы держатели этих карт могли расплатиться ими в посттерминалах в торговых сетях. Об эмиссии карт China UnionPay мы, честно говоря, пока не задумываемся, потому что это не очень экономически целесообразный шаг, потому что у нас объем операции по этим картам очень мал. По сути, речь идет только о расширении линейки российских банков. Перспектива российско-китайского финансового сотрудничества зависит от того, как будут развиваться отношения с Западом. Если политическая напряженность падет, считают эксперты, большинство банков потеряют интерес к Поднебесной. Важно и то, в какой форме появится национальная платежная система России. Я знаю, что многие банки ведут переговоры с China UnionPay о том, чтобы подписать соответствующий договор и начать эмиссию карт. Но это удовольствие тоже, в общем-то, не дешевое. Во-первых, банк, который будет выпускать и обслуживать через свой процессинг карты, он должен будет по агентскому договору платить платежной системе. Судьба национальной платежной системы и эффективность ее работы, в свою очередь, предполагает партнерское взаимодействие с иностранными банками.